Есть одна общая причина, общая причина, от чего возникает разногласие в семье, от чего разногласие в общине, в церковной. Посмотрите, какие подчатки, друг другом не разговаривают. От чего делится на партии? Мы говорим, расколы, мы говорим, сразу поднимаем уровень. Возьмите приходскую жизнь, вы очень часто там найдёте две партии, а то и больше. От чего? Неужели непонятно от чего? От страстей наших. Общая причина. И в данном случае, когда мы говорим уже о расколах, как о таком уже масштабе, то нужно не забывать, что здесь мы сталкиваемся, в общем-то, ну, с таким явлением. Я бы сказал, с двумя, хотя на самом деле оно одно, только степень разная. Степень разная, но показатель чего? Ослабление духовной жизни церкви, болезнь церковного организма. Вот, оказывается же. И когда он заболевает, то начинается. Вы знаете, что на здоровое дерево, в здоровом дереве, вы не найдёте жуков, дровоточец, знаете, такие жуки, вы не найдёте. Почему? Оно здоровое. Как только начинает оно подгнивать, всё полно жуков. И началось. Удивляйтесь, да, возмущаетесь. А в чём причина-то? В том, что само дерево загнивает. Вот, оказывается, в чём причина-то. Не жук виноват, а твоё состояние. Так и расколы. Они являются показателем того, что, значит, в данном случае в жизни церкви происходит происходит омерщение или по-русски правильно обмерщение, но я всегда говорю омерщение, омерщение людей. То есть, когда заботы, заботы, я бы сказал, исключительно земные заботы, только этой земной жизни начинают преобладать над тем, ради чего живёт человек и что он должен делать. Ищите прежде Царство Божие и правда его. Вот что нужно прежде, а когда нет, всё переворачивается. Приходится переводить пример. Переверните человека с ног на голову, и он умрёт. Ничего ему не делай, только переверните. Так и здесь тоже. Жизнь в церкви, как и каждого христианина, должна быть какой? Во-первых, искание Царства Божия. То есть, искание чего? Правильной христианской жизни. Во-вторых, земные заботы. И сами земные заботы нужно оценивать только через призму вечной жизни, а не чего-либо. Но когда земные заботы начинают преобладать, то в таком, тогда всё, наступает беда. Происходят, первыми становятся земные заботы, развлечения, прочие вещи. Вот тогда начинается беда. И тогда церковь начинает дряхлять. Вот вы знаете, вот, кстати, очень ярким примером как раз является вот то, что произошло в нашей русской церкви перед, перед революцией. Перед революцией. Это же вопрос же, действительно, что такое случилось, как произошла революция с 17-го года. А вы посмотрите, что писали святые отцы о состоянии перед революцией. Что вы, это просто поразительная вещь. Святитель Филарет Московский писал, писал так, как время наше походит на последнее. Это конец 19-го века. Он в 1867 году скончался и уже походит на последнее. Соль обуевает, то есть становится портится. Соль. Камни святилища падают в грязь на улицу. Это он из плача Иеремии приводит. С горем и страхом смотрю я в нынешнюю бытность мою в синоде на изобилие людей, заслуживающих лишения сана. Слышите? Пишет. В другом месте он даже так говорит. Видно грехи наши, велицы пред Богом. Не от дома ли Божия начнётся суд? Слышите, какие предсказания? А Феофан-Затворник что пишет? Зло растёт, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют. Ужели же мы не образумимся? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного твоего и надлежащего прещения. Видите, какие вещи-то пишут, откуда раскол? Вы помните, какие расколы? Вот это обновленцы и прочее, что появилось? А Серафим Чичегов что писал, митрополит, мученик, святой мученик в 1910 году, в 1910 году. Перед глазами ежедневная картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно помнилось, поняло своё положение. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и ещё немного сектанство возьмёт вверх. Ваш вопрос о расколах. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Ещё год и не будет даже простого народа около нас. Каких? Слышите? Архиепископ Лука, воин Исенецкий, как он сетует и говорит на нравственное состояние тоже духовенства и людей. Причём, вы знаете, что любопытно, в чём опасность какая самая страшная, что внешняя сторона церковной, всё соблюдается. Кажется, та же вера, те же богослужения, та же обрядность, то есть всё, всё, кажется, всё церковной службы. А что пишут святые? Святитель Игнатий Принчинов писал, у нас есть хорошая внешность. Мы сохранили все обряды и символ первоботной церкви, но всё это мёртвое тело, в нём мало жизни, а святитель Виафан ещё сильнее. И часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них есть жизнь? Вот, оказывается, какова природа, вот почему возникают расколы, ибо где труп, там соберутся орлы. Вот какие слова, оказывается, какие, как, что сказал Господь, вот она причина. Но, конечно, обычно, обычно устраивает, так сказать, ну, идеологами, что ли, вождями расколы становятся уже те люди, которые наиболее заражены гордостью, например, гордостью, например. Гордыня – это особенно страшное дело. А так, причина одна – общее состояние. Гордыня –